Тема, которая волнует очень многих – «Зачем я живу?». Конечно, есть люди, для которых, может быть, эта проблема и не возникает. Они полностью погружены только в текущие задачи жизни. Но всегда это не продолжается. В конце концов, человек всё-таки приходит к чувству и к мысли. И зачем всё это, если я умираю? У Антона Павловича Чехова в его интересном рассказе «Палата номер 6» герой говорит, «И зачем все эти извилины в мозгу? Зачем все эти мысли? Зачем все эти желания? Зачем это мировоззрение? Зачем наука, эта техника?» Если в конце концов я точно знаю, что я умру и превращусь в прах такой же, как и всё мы видим, слышим и наблюдаем. И буду затем носиться миллионы лет во Вселенной. Зачем это нужно? И кому это нужно? Чехов очень хорошо здесь поставил этот вопрос, перед которым останавливаются очень многие люди. Смысл жизни – это, пожалуй, то первое и главное, на что должен ответить себе человек. Без ответа на этот вопрос жизнь превращается в какую-то пустоту, буквально в никчёмность. Потому что действительно, смотрите, как время летит, недаром же есть русская пословица – «Часы идут, дни бегут, а время летит». Кажется, точно наоборот тому, что мы могли бы сказать об этих вещах. Так вот, в отношении решения этого вопроса, когда-то, видимо, это очень было давно, не было ни у кого сомнений, что человек живёт только потому и живёт за тем и только за тем, чтобы в конечном счёте иметь вечную жизнь. То есть мысль была какая, что тело наше – это является своего рода некой одеждой, которую человек в конечном счёте должен сменить или освободиться от неё. Здесь по-разному мыслили. Очень любопытно отметить, например, психологию фракийцев, древних фракийцев, которые, подумайте только, как они встречали жизнь человека, то есть его рождение, и как провожали её. Как теперь, и уже давно мы знаем, да и все почти встречают рождение – радость, ликование, пиршество, когда умирает, слёзы, плач. И вот, как мы встречаем, такое удивительное явление в истории. Какие-то фракийцы относились ко всему этому совсем не так. Историки описывают, что фракийцы, когда рождался человек, встречали воплями, слезами, причитаниями. И если уже устраивали какое-то застолье, то это была печальная тризна. Не было никаких бодрых речей, ни радости, ни оптимизма. Вся мысль, которая звучала на этих тризнах, сводилась к одному – ты родился, и неизвестно, что тебя теперь ожидает. Но мы знаем, что, как правило, это болезни, это скорби, это страдания, это войны, это недоразумения и так далее. Удивительно! Напротив, когда умирал человек, они устраивали весёлые, торжественные пиршества. Основным лейтмотивом на котором звучало – «Наконец ты освободился! Уже никто тебя не убьёт, никто не ранит, никто не причинит тебе никакого зла, ты свободен, ты теперь ликующий и ни от кого независимый». Правда, интересно? Это особенно интересно в связи с чем? Если мы обратимся к атеизму религии как двум самым основным вопросам, отвечающим на проблему «Зачем я живу?», то что мы заметим? В атеизме радость по поводу рождения, страдания по поводу смерти. В христианстве законно можете спросить, в каком христианстве? Теперешнем или начальном? Если начальном, то посмотрите! Мученики, часто кончая свою жизнь, в тяжёлых страданиях, и что же говорили все те, кто погребали их? Они отмечали «Диис Наталис» – день рождения! Говорили о той радости, которую испытывает теперь душа этого мученика, о том венце славы, которой теперь он удостоился. «Не имеем с депребывающего града», – говорил апостол Павел, «но жаждем того будущего, горнего». Всё христианство рассматривает как раз эту жизнь оказывается каким образом? Как своего рода подготовка, как испытание, как экзамен перед тем, как войти в жизнь вечную. В одной из утренних молитв так и говорится «прийти, перейти ночь этой жизни». Эта жизнь как некая ночь. Ну и действительно, мы же не знаем, что будет через минуту. Никто не знает. Разве он знает, кем он будет завтра? Или что с ним будет? Никто не знает. Вот недавно в газете, помню, вдруг писали, «сорокалетний бизнесмен, богатейший, вдруг неожиданно скончался». Уж о чём он не думал, конечно, это о смерти. И зачем же он живёт? С точки зрения действительно материалистической, если попытаться ответить на этот вопрос, то здесь попадаешь в очень тяжёлую, я бы сказал, ситуацию, потому что как можно найти смысл в том, что кончается окончательной и неминуемой смертью? Ну, что можно ответить, когда вам скажут «Радуйся» или «Знай, человек, что тебя ожидает вечная смерть?» О, какой смысл! Вот зачем я живу? Для вечной смерти? Для вечного небытия? Верно? Написал Чехов словами доктора Рагина, который так говорил. Да, действительно, чтобы носиться миллионы лет затем бессмысленно в этом пространстве? Этот вопрос чрезвычайно важный. Недаром один из древних отцов, святой Исаак Сирин, говорил, «Кого назову я умным, разумным? Только того, кто помнит, что есть предел этой его жизни». Если с точки зрения, скажем так, атеистической, если хотите, материалистической, разницы фактически никакой нет. Жизнь действительно теряет свой смысл. Или она замыкается в чём? В сиюминутных смыслах, в решении сиюминутных задач. И я под минутами разумею не только жизнь отдельного человека, но если хотите, и жизнь народа, и народов, и человечества, поскольку, и, если хотите, с христианской точки зрения, этот мир должен быть, должен окончиться, и с точки зрения науки. Вот, читаешь академика Моисеева, «Быть или не быть человечеству» такая его книга примерно вот такого вот формата. И что он там пишет? Человечество, как биологический вид, должно прекратить своё существование и не когда-нибудь в необозримом будущем, а уже, возможно, в середине 21 века. Вот какую актуальность приобретает вопрос, зачем я живу? Ну, хорошо, не все, может быть, с ним согласятся, что в середине 21 века. Ну, хорошо, но не в середине, ну, хорошо, в третьей четверти. Какое это имеет значение? Перед чем, перед чем стоят сейчас люди? Оказывается, уже не только речь идёт о жизни отдельного человека, а человечество, человечество, как биологический вид, уже прекратить своё существование, существование на земном шаре. Что же говорит христианство и как отвечает? Оно утверждает, что личность неуничтожима. Удивительный это акт божественного творения, когда, оказывается, благодаря Ему из рода в род и непрерывно возникают новые личности, существование которых уже вечное, неуничтожимое. Личность всегда будет. Как будет? Об этом христианство как раз говорит с большой силой и постоянно об этом напоминает и говорит, что земная жизнь наша, вот этот вот кратковременный миг, это действительно только экзамен. Экзамен на что? Вот на что. Что можно дать этой личности во всей будущей вечной жизни? Как здесь мы видим, можно сдавать экзамены и смотрят? Да, вас можно в академии, там, в какой-то высшей академии, а тебя нет, голубчик, ты уже, пожалуй, оставайся на том уровне, на котором, может быть, ты есть. И действительно христианство так именно и говорит. Даже если человек и достигнет этой блаженной вечности, то состояние людей будет очень различным. Апостол Павел так и пишет, и оно от чего зависит? От того, из какого материала строит человек свой дом. Кто строит из соломы и дерева, кто строит из камня, кто строит из золота, серебра и драгоценных камней, и он дальше пишет, дело каждого испытывается и будет испытано огнём. У кого дело сгорит, у кого устоит, а дальше, хотя и нету не этих слов, но они напрашиваются сразу. Ведь знаете, что золото очищается каким образом? Огнём. Выплавляются все лишние элементы, очищается огнём. Так вот, оказывается, у одних этот огонь, огонь смерти, огонь, если хотите, света Божьего, перед которым оказывается человек, у одних он, оказывается, попаляющим, показывающим всю сует на себе смыслицу этих наших треволнений для других. Это как очищающий пламень, пламень, в результате которого то золото, которое показал человек в этой жизни, очищается ещё более и становится ещё более драгоценным. Христианство говорит о том, что человек тебя ожидает вечная жизнь, а не вечная смерть. И смысл твоей жизни заключается этой земной жизни в подготовке. Какой подготовке? и христианство точно определяет. В атеизме не важно, как готовиться к вечной смерти. Да каким бы ты ни был, всё равно помрёшь. И если ты не какой-то гений, если ты ничего особенного не сделал, то тебя очень скоро забудут. Никто не помнит. Многих ли людей мы помним в истории ничтожное количество. Никто тебя и не вспомнит. Напротив, христианство утверждает о других, о другом, о другом совсем. Более того, вспомните, как на погребении христианском поют вечная память у Бога. Каждая личность вечно. и поэтому вечная память сохраняется в божественном сознании о каждом человеке. И, оказывается, вот оно, в чём заключается смысл жизни в подготовке такой, которая бы дала наилучший плод, наилучший результат для этой вечности. Возникает, конечно, вопрос, в чём состоит эта подготовка. Мы знаем, что в религиозном сознании, если посмотреть в перспективе историческом, то есть, ну, в ретроспективе, допустим, то мы видим, что разные религии предлагают разные требования и разные критерии к тому, каким должен быть человек, чтобы достичь высшего блага. Христианство принципиально отличает от всех других религий, потому что то, что оно говорит, это, пожалуй, никто так или не говорит, или говорит очень смутно, так что и даже понять очень трудно. Спросите представителей любых религий, что нужно, чтобы достичь вот того вечности, иначе называемого словом спасением. И все скажут, да тут один и тот же ответ, точно один ответ. Надо исполнить нравственные предписания этой религии, угодить Богу. А христианство говорит совсем другое, причём настолько другое, что даже отчасти, может быть, иногда и поймёшь даже, почему оно подверглось таким жесточайшим гонениям. Хотя причина, конечно, другая. Христианство говорит нет, не это. Может быть, человек и нравственным, и в то же время совершенно негодным для вечности. Что это значит? Как это понять? А дело вот в чём, что нравственность это вещь элементарная в смысле понимания простая. Требования здесь ясные, чёткие и понятные, они касаются поведения человека в этом мире и его отношения к этому миру, которые совершенно очевидны, эти все отношения и проявления, совершенно очевидны. Нельзя убивать, нельзя красть, причинять зло человеку, это совершенно очевидно. Христианство говорит, нет, дело не просто в нравственности, совсем нет, и указывает на Евангелие, кто распял Христа? Исполнители всего нравственного закона иудейской религии оказались отверженными от Бога, предателями Бога. Кто первый спасся? Надеюсь, уже я вам скажу, вообще, это невероятный парадокс, преступник и бандит. Оказывается, христианство указывает на что-то другое, что, оказывается, условием вхождения в эту вечность является что-то другое, не просто нравственность. Но христианство разве против нравственности? Конечно, нет. Речь от о другом, не просто нравственность. Человек, может быть, нравственным, никого не убивал, но это, может быть, человек охваченный такой гордыней, таким самомнением, таким тщеславием, такой, если хотите, завистью, всё это страсти, которые внутри. Это есть характеристики его духовного состояния. И вот христианство и говорит, что для достижения вечности, вечной жизни требуется не просто нравственность. Бандит первым вошел в рай. А что же? И вот беспрецедентное совершенно явление в истории религиозного сознания. А оказывается, главнейшей характеристикой духовного состояния человека, при котором действительно он может быть способным к общению с Богом, то есть достижении этой вечности и блаженной жизни, является то, что с такой яркостью проявил правый, распитый справа от Христа, бандит. Первое. Достойное по делам нашим мы получили. Это вообще, я вам скажу, это поразительно. В этих тяжких страданиях на кресте вдруг заявить об этом. Второе, что он сказал, помяни меня, обращаясь к кресту, Господи, в твоем царстве. Что звучит в этих словах? Звучит первое. Глубочайшее осознание, что я-то там, конечно, никогда не буду. Ты, Господи, Ты, Святой, Ты, Праведный, а я руки по локоть в крови человеческой. Ты, Ты просто помяни меня там. Вот это осознание своего недостоинства, причём объективное недостоинство, не какой-то психологизм и субъективизм, нет, объективно он увидел, кто он такой, и оказывается, вот это осознание того, кто я есть на самом деле, а не в мечтах, это, если хотите, раскаянность души перед Богом, это, если хотите, повторяю, смирение, видение своего недостоинства, вот, оказывается, что является главнейшей характеристикой того состояния человеческой души, души, при котором она действительно способна и получает блаженную вечность. В этом пункте христианство отличается, ещё раз повторяю, действительно, от всех религий. Религия надо исполнить в заповеди, в заповеди исполняю. Здесь нет, оказывается, можно, если хотите, даже такое есть выражение, можно исполнить почти все заповеди, все вот эти внешние заповеди, касающиеся нравственной жизни, и быть отверженным от Бога. Почему? Потому что человек, который это всё исполнил, но не имеет познания себя, то есть видения того, что на самом деле-то его душа нечисто, не видящий этого, он манит о себе, он одержим самомнением и гордостью. А гордость чем характеризуется? Я превыше всего и всех. Если хотите, в духовном плане, мне никакого Бога не надо. Я сам Бог. Помним первый грех человеческий? что было? Что было замечательно высказано? Какое смертельное оружие поразило Еву и Адама? Какое? Будете как Боги. Мы Боги. Я Бог. Следовательно, никакого Бога мне больше не нужно. Так вот, оказывается, интересное, какое явление, что с христианской точки зрения достижение этой вечности обусловлено тем понятием, которое в одном слое выражает всё вот это состояние. Это какое слово? Смирение. Где нет смирения, нет блага. Ни в каких добродетелях, ни в каком исполнении заповедей без смирения будет что? Гордость. А Бог, как сказано, гордым противится. На самом деле, это если перевести в такое более детальное изъяснение, то не Бог, конечно, противится, а гордый противится Богу. Вот в чём дело. И не может он быть с ним, потому что сам этот гордец мнит себя Богом. Так вот, зачем же я живу? Оказывается, по существу два ответа. Один из них, когда вся жизнь замыкается вот в этом времени-пространстве какого-то мига существования. Причём, какого мига? Это же, конечно, для разумного человека это всё понятно. Этот миг, который в мгновение оком может окончиться, как искра, вылетающая из костра. Некоторые подольше летят, другие тут же погасают. Так и жизнь человеческая никто не знает, когда она оборвётся. Так вот, это замыкание вот в этом пространстве жизни о чём говорит? О том, что здесь смысла нет. Кончается всё полной бессмысленностью смерти. И, напротив, христианцы отвечают, зачем я живу. Не просто для блаженства. Нет! Никакой корысти христианство в данном случае не обещает. И, кстати, это очень важно. Где есть любовь, там нет расчёта. Где есть любовь, там нет корысти. И здесь христианство говорит, когда человек, осознавший только, что действительно кто он есть на самом деле, а не в мечтах, и когда увидит милость Божию, которая проявилась к нему в кресте Христовом, когда увидит, что он, он пострадал за то, чтобы исцелить нас, оправдать, обновить, как говорят святые отцы, когда увидим, что это по любви всё сделано, какая благодарность должна охватить душу человеческую и ответить на эту любовь любовью. Вот это-то тогда любовь, проистекающая отсюда, она и является тем началом, благодаря которому человек может вступить в общение с Богом и получить вечность блаженную, неиссякаемую, нескончаемую. Вот примерно как можно осветить вопрос, зачем я живу, не касаясь, конечно, очень-очень многих деталей, которые присутствуют здесь. отец.